Я рада вас приветствовать, дорогие зрители Ютуба. Сегодня мы будем говорить, как всегда, раз здесь я, значит, о женском здоровье и, собственно говоря, о тех проблемах, которые вас беспокоят. У нас все всегда озабочены своим здоровьем, женщины. И это приятно, с одной стороны. Но мы не всегда знаем, что нам полезно, что нам вредно, что вообще никак не реагирует, на что не реагирует наш организм. И сегодня я бы хотела поговорить о кисломолочных продуктах, о которых уже много говорено-разговорено. Но, тем не менее, то огромное количество вопросов, которые я регулярно получаю на эту тему, все-таки свидетельствует о том, что не все так ясно и не все так просто. Я не думаю, что я сильно внесу в ясности, возможно, в этом вопросе, потому что все равно он остается неоднозначным. Итак, полезны ли для нашего организма кисломолочные продукты? На самом деле, все мы прекрасно знаем, что, например, флора в нашем влагалище напрямую зависит от флоры в нашем кишечнике. И не бывает такого, чтобы во влагалище все было хорошо и красиво, и была замечательная палочковая флора, которая нам нужна. При этом в кишечнике будет вздутие, дисбактериоз, запоры и целый спектр проблем. Поэтому, если вы хотите навести порядок в своем влагалище, сперва наводите порядок в своем кишечнике. И вот здесь очень часто проблемы именно со вздутием, с запорами бывают как результат дисбактериоза. То есть нехватки определенных бактерий, которые помогают нашему организму справляться с тем всем иногда мусором, который мы вбрасываем в него. И особенно очень часто у тех, кто неправильно питается, либо принимает какие-то медицинские препараты, будь то антибиотики, либо какие-то другие препараты, которые влияют на флору, может приводить к нарушению этой флоры. Все мы слышали уже о лактобактериях, бифидобактериях, которых огромное количество в нашем организме. Между прочим, 3% веса нашего организма составляют как раз микроорганизмы, то есть бактерии, вирусы и вот это вот все сожители, которые с нами живут. Поэтому, если у вас есть проблемы с флорой в кишечнике, либо во влагалище, есть смысл употреблять кисломолочные продукты, которые, в общем-то, содержат эти полезные для нашего организма бактерии в большом количестве. Да, есть люди, которые не воспринимают эти продукты. Есть такая ситуация, когда не факт, что это как раз те бактерии, которым вам не хватает. Но если вы этого не попробуете, если вы не оцените свое самочувствие, то вы этого просто не будете знать. Если мы говорим о том, вредно ли это, нет, не вредно. Вредно только в том случае, если вы категорически не переносите никаких молочных продуктов, даже кисломолочных. Но, а если вы решили все-таки зарядить свой организм правильными бактериями, то почему бы не пользоваться теми же кефирами, заквасками. Я помню еще в детстве, в детском саду, это было достаточно давно, нам давали ацидофильный кефирчик с живыми бактериями. И мы, будучи четырех-пятилетними, шли каждый со своим стаканчиком за этим живительным напитком. Сейчас вы можете приготовить его дома самостоятельно, воспользовавшись заквасками, которые, между прочим, проверены. И на них стоит добрый знак. Проверены они в лабораториях, которые, в общем-то, заслуживают, европейские лаборатории, которые заслуживают того, чтобы им доверяли. Пейте молочно-кислые продукты, если вам это вкусно, если вам это полезно, если ваш организм с удовольствием с этим соглашается. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова